Впервые в столице полуострова почтили память жертв страшного теракта в Беслане, который потряс практически весь мир. Больше 10 лет прошло с тех пор, когда от рук террористов погибло 334 человека, в том числе 186 детей, учеников захваченной местной школы. Теперь 3 сентября называют Международным днем солидарности в борьбе с терроризмом. В столице Крыма сегодня провели панихиду и памятное мероприятие, на котором вспоминали трагедию Беслана. Петропавловский кафедральный собор. Здесь священнослужители провели панихиду по погибшим в Беслане. Множество зажженных свечей и еще одна возможность напомнить о страшном теракте. Среди небезразличных народное ополчение во главе заместителем главы полуострова Михаилом Шереметом. Наша задача не допустить подобных трагедий, которые произошли как в нашей стране, так и за ее пределами. Чтобы наши люди могли жить спокойно, расти своих детей и с уверенностью смотреть в завтрашний день. Объяснить и показать людям, чтобы люди не боялись террористов, а наоборот были готовы к принятию в экстренных ситуациях, к принятию правильного решения, адекватного решения, начиная от мала до велика. Чтобы у людей не было страха, чтобы не было паники. Страшная трагедия произошла более 10 лет назад. Тогда в одной из школ Беслана 1 сентября ученики, мальчики и девочки с букетами в руках отправились на школьную линейку. За руку их вели родители, а на пороге школы их встречали преподаватели. Для кого-то первый звонок был последним. Уже в 9.15 утра здание было захвачено террористами. Заложниками оказались учащиеся и преподаватели учебного заведения. Тогда в спортзале и те, и другие находились в заточении целых три дня. При этом террористы не давали им ни есть, ни пить. Каждый год мы вспоминаем эту дату. Конечно же, это тяжело. Я не понимаю людей, зачем они это вообще сделали. Чем мешали дети, учителя, мирно жили в такой праздник 1 сентября. И только очень большая ненависть к этим людям, которые это совершили. Операция по освобождению заложников была начата силовиками 3 сентября. Но всё же в результате теракта 334 человека погибли. Сейчас безопасностью Крыма занимается большое количество силовых структур. Полную защищённость жителям полуострова чиновники гарантируют. К примеру, на оснащение симферопольских школ техника безопасности уже разработана специальная программа. В неё войдут установка камер видеонаблюдения, постоянные дежурства служб охраны, ограждение территории и, что немаловажно, тревожная кнопка. На всё это уже выделены 36 миллионов рублей. Заработает программа в полном объёме со следующего года. Та профилактика, которая сейчас проводится на территории Крыма, я могу точно вам сказать, что предотвратила очень много терактов. Это оперативная информация, но она есть. Поэтому в Крыму, я думаю, население защищено, дети тоже защищены. Также с этого года указом главы республики и председателя антитеррористической комиссии предписано всем организациям не только снарядиться необходимой контролирующей техникой, но и назначить ответственного за её безопасность. Мы призываем всех собственников, все муниципальные, государственные предприятия завершить быстрее оборудование системой безопасности. Система безопасности – это не только установка видеокамер, установка заборов. Это и является разъяснением среди сотрудников предприятий, сотрудников общеобразовательных учреждений, медицинских учреждений. Приприятиях всех уровней – это разъясненная работа по профилактике. К слову, на сегодняшний день все экстремистские террористические проявления находятся на контроле специальных структур. Во всех муниципальных образованиях созданы антитеррористические комиссии, созданы аппараты. Работа идёт полным ходом. То есть, будем так говорить, за год мы пытаемся, и у нас это пока получается, это по оценке Москвы, получается, мы должны достигнуть уровень с 2006 года по 2015 год, это со времён существования Национального антического комитета. Борьба с терроризмом была и по-прежнему остаётся актуальной проблемой. В случаях возникновения угроз и подозрений не забывайте обращаться в правоохранительные органы. Эвелина Белошапка, Николай Гришко, Служба новостей и ТВ.